Мур, привет друг, это Зверько и рубрика Основы, которая полезна для новичков, а некоторые тонкости даже для опытных игроков. Как-то давненько я рассказывал про башни и пуш, но пора бы и освежить познание, поскольку ввели еще ограничения для уничтожения башен. Заодно накину скрытую механику Лейлы, которая будет полезна новичкам. За тесты и информацию отдельное спасибо Мурке, это подписчица, а не кошка. Итак, задача игры уничтожение трона или базы, кому как нравится называть. Хотя многие игроки считают, что задача пвп и успешно сливают позднюю игру, но не будем о них сейчас. А значит, башни и трон это основа основ. У башен есть номера и считаются они от центра карты, как Т1, Т2, Т3 и трон. Соответственно, Т1 самая удаленная башня фракции. У башен разное количество хп и брони, как физической, так и магической. Т1 4200 здоровья, брони 20 единиц. Т2 4600 хп, а брони 40 единиц. Т3 6900 хп и брони 40 единиц. Ну а трон имеет 7900 здоровья и 40 брони. Теперь про ограничения. Можно уничтожить на линии лишь ближайшую башню. То есть, если стоит Т1, то Т2 и Т3 и трон не будут получать урона. Нужно уничтожить все башни хотя бы на одной линии, чтобы атаковать трон. Урон по башням и трону снижен в 4 раза, если рядом нет союзных миньонов. А в первые 3 минуты боя, если даже подведешь миньонов к башне, урон будет снижен в 2 раза. Но и это еще не все. Когда ломаешь башню до 8 минуты, на следующую башню этой линии накладывается баф в 80 единиц брони в течение 1 минуты. А значит, если у башни 120 брони, это 50% уменьшение урона, если у тебя нет пробития. После 8 минуты боя, этот башенный баф перестает накладываться и можно сносить все на ура, чем и пользуются пушеры. Кстати, на трон этот баф не накладывается в принципе. Ну вот, ты снес башню и перед тобой трон. Ты побил его и отступил. Тут трон начинает регенерировать со скоростью 165 хп каждые 5 секунд. Это 2000 хп в минуту. Учитывая, что здоровье у него 7900, то восстановится, грубо говоря, за 4 минуты. Регент срабатывает каждые 5 секунд от таймера матча, а не от времени последнего удара. Может кому и такая подробность пригодится. Урон по башням высчитывается немного не так, как по персонажам, поскольку в автоатаке учитывается наличие и физической атаки, и магической силы. Вот пример на горде. Урон по герою не меняется, а по башне серьезно возрастает, хоть и уменьшен в 4 раза. Более точные расчеты можешь посмотреть в таблице, которую подготовила умница Мурка. Таблицу выведу во весь экран. Можешь сделать скрин. В игре есть предмет, злобный рык. Он увеличивает урон по башням, срезая с них 20% брони. Для носителя. Очень не рекомендую пушерам, чтобы сносить быстрее башни. Если у героя есть навык, который увеличивает урон автоатаки, то этот бонус переносится и на урон по башне. Эти усиления есть у таких героев как Калдос, Селена, Харид, Хильда и так далее. За исключением Лейлы. Возможно это баг, но прокачивая ульту у Лейлы, возрастает радиус атаки и когда у башни есть союзные мобы, Лейла все равно на своем огромном расстоянии выстрела наносит урона меньше, чем на расстоянии стандартного стрелка. То есть, чтобы наносить полноценный урон, ей надо войти в радиус урона башни. Кстати, вниманию новичков, башня атакует предпочтительно крипов, вошедших в радиус атаки. Но, если вы наносите урон по вражескому герою, башня переключится на вас. Таким образом, если вы дохляк с минимумом хп, не атакуйте героя врага стоя под его башней. И наоборот, чтобы играя на танке выиграть время союзнику, вдарьте по врагу и оттанкуйте часть урона башни. Урон башни по одной и той же цели постоянно возрастает и он является чистым уроном, который игнорирует броню. Подытожим. До третьей минуты можно особо не опекать башню. Соло-игрок будет бить ее довольно долго. А после восьмой минуты тщательно следи за картой, поскольку башни начнут складываться как карточные домики от какого-нибудь хитрого пушера. Но, с другой стороны, и ты будешь сносить все очень быстро. Надеюсь, это видео поможет как новичкам в освоении азов, так и бывалым игрокам своими подробностями. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, жми колокольчик и ставь свою чудесную лапку. По скриптам я собрал, наконец, свои мечи в кучу и покажу их в подкасте. Наберись терпения и удачи, друг!